Всем привет! С вами я, Лена Смирнова, и сегодня я покажу, как сделать вот такую вот открытку ко дню Пасхи. Ну что ж, начнем! Заготовку мы с вами делаем из акварельной бумаги, размерами 10х15 см. И вырезаем два прямоугольника, такими же размерами, 10х15 см. И край делаем дыроколом, вот таким вот. Если у вас есть другой дырокол, ничего страшного, вы можете сделать края любым дыроколом. Почему у нас два прямоугольника? Чтобы нам сразу сделать фон на внешней части открытки и фон на внутренней части открытки. Далее на обычной белой бумаге мы рисуем шаблон яйца. Вырезаем его и по его форме вырезаем уже из той бумаги, которая нам подходит под фон, мы вырезаем яйцо. Далее мы приклеим декоративный скотч. Далее мы берем кусочек сезалии, приклеиваем его вот в таком положении. Далее мы берем наше яйцо и начинаем его декорировать. Берем вот такую ленту, приклеиваем хвостик, отложим пока заготовку. И начинаем наматывать наше яйцо в любом порядке, то есть можно сделать еще вот такие нахлесты. И конец приклеиваем сзади. Теперь далее мы берем вот такие цветочки. И самый маленький цветок мы приклеиваем вот сюда. Возвращаемся к нашей заготовке. Берем перо. Приклеиваем его. Далее отрезаем кружево по размеру, по длине нашей заготовки для открытки. Так, перо сразу надо немножко сдвинуть повыше. То есть нам нужно, чтобы перо у нас спрятано. под этой тесьмой приклеиваем тесьму перо тоже каплим капельку клея чтобы вверх у нас приклеился и приклеиваем наше яйцо немного заезжая под тесьму вот так вот мы выбираем надпись которая нам подойдет я выберу светлой пасхи и аккуратно приклеиваем далее мы добавим еще сюда вот два таких белых бумажных цветочка и клеем с глиттером несколько капель так внешняя часть открытки у нас с вами готова внутренней части нам нужно использовать те же элементы которые у нас были на внешней части чтобы была гармония поэтому мы добавим сюда декоративный скотч с птичками и несколько капель клея с глинаю и и и И несколько капель клея с глиттером. Вот такая вот открытка у нас с вами получилась. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайк, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на мой канал. Если появились какие-то вопросы, пожалуйста, оставляйте в комментариях, я обязательно отвечу. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч!